В минувшую субботу во всех районах города наводили санитарный порядок. Тротуары и склоны очищали от мусора, ликвидировали стихийные свалки, проводили обрезку зелёных насаждений. Тем не менее, итогом субботника градоначальник остался недоволен. Не все подрядные организации подошли к уборке ответственно. Нарекания у мэра не только к состоянию улиц, но и дорожно-транспортной обстановке. В частности, стоянки автомобилей у остановочных павильонов, автобусов и маршрутных такси. Анатолий Пахумов попросил сотрудников ГАИ действовать активнее. Инспекторы должны обратить внимание и на так называемый электротранспорт, который сдаётся в аренду. Зачастую желающие прокатиться на сегвеях и велосипедах с моторчиком выезжают на трассу без разрешительных документов, что небезопасно. Запрет на использование этого транспорта введён и на набережных. В Меретинской низменности уже появились запрещающие знаки и установлены ограничители. У них госномера нет. Вот это всё описывает, что если вы будете дальше сдавать в прокат или этим пользоваться, то мы предменим статью 19.3. На планёрном совещании обсудили и вопрос подготовки сквера фестивальной. Прогулочная зона площадью чуть больше гектара на улице Фабрициуса должна открыться 14 октября. За это время мы успеем сделать практически весь сквер с благоустройством, с озеленением, с дорожками, с выводом под полив, с освещением, с фонарями. Уже оплачено 11 миллионов рублей. Все работы по благоустройству сквера будут закончены к 14 числа. Что касается начинки сквера, остальных конструкций, спортивной площадки под пляжные виды спорта, то это мы будем потом в спокойном порядке, в рабочем порядке делать. Заговорили и о благоустройстве головинки, в частности о проекте преобразования площадки рядом с местной достопримечательностью, тюльпановым деревом, памятником природы и истории. Оно является священным для адыгов-шапсугов, и это надо обязательно учитывать при реализации проекта, чтобы не задеть их чувства, отметил Анатолий Пахомов. К слову, к зелёным насаждениям у властей города особый подход и требования, мэр уже давно предлагает сочинцам уйти от непримечательных заборов у домов к живым изгородям. В обязательном порядке они должны быть в прибрежной зоне. Пока этот проект – вопрос времени, но уже сейчас этой работой занимается управление по лесопарковому хозяйству. Начали с Виноградной. Планируется, что эта улица заметно преобразится к апрелю. Затем живые изгороди будут появляться и на других. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Виноград вверх.